Всем доброго времени суток! Хотел бы поделиться своими впечатлениями Купил недавно Lada Vesta SV Cross Серебристого цвета Комплектация Comfort Здесь уже установил детское кресло Так как приходится часто ездить с детьми Данный автомобиль считаю самым удачным В серии Lada Самый удачный как внешний, так и по техническим характеристикам На данный момент Вот мои показатели Средний расход на данный момент составляет 10,5 Я как бы с места не рву, езжу плавно Проехал пока еще всего ничего 197 километров В общей сложности Про настройки часов и остальной аппаратуры Буду рассказывать в дальнейших роликах В данном ролике хотел бы поделиться впечатлениями Насчет шума Если сравнивать с Грантой Или той же Lada Vesta седан Здесь шумка сделана намного лучше Мне это больше нравится Скажем так Также здесь На манер климат-контроля Сделан кондиционер В данной комплектации кондиционер В комфорте Меня это устраивает Я на это рассчитывал Мне больше и не надо Здесь установлена штатная магнитола В комфорте Вентилятор Соответственно Здесь включается кондиционер Так, здесь температура регулируется Здесь обороты вентилятора Здесь обороты вентилятора Как я сказал Это На мой взгляд Это самая удачная версия автомобиля Как внешний вид Так и По техническим характеристикам Давайте сначала проедемся Посмотрим Ну я на данный момент Снимаю на телефон Поэтому прошу извините еще раз Сейчас прокатимся И послушаем Все что касается Шумоизоляции Я думаю С этим проблем У нас не возникнет Одной рукой неудобно А, вот еще Что хотел На что хотел обратить внимание Тех, кто хочет покупать Весту СВ-кросс Значит, в ней установлен подлокотник С одной стороны он очень удобен Очень удобен Вроде как и развалиться можно И ехать удобно И ручку переключения передач Удобно переключать До ручника тоже доступ удобный Но есть один небольшой минус Я надеюсь Нас Автобаз слушает Смотрит И в дальнейшем будет это исправлять Очень неудобно добираться Вон туда Вон В ту нишу Значит, неудобно застегивать ремень Безопасности Так как он находится Между подлокотником И сидением Я туда двумя пальцами Кое-как Иной раз приходится Даже подлокотник поднимать Вот такая вот ситуация Это пока что Единственный минус Который я заметил В данной комплектации Расход у нас На холостом ходу Показывает 1.2 1.3 От 0.9 До 1.3 То есть Вот Средний расход у нас показывает 10.7 На данный момент Но повторяю Я проехал Всего 197 километров В дальнейшем Значит, будем Наблюдать Как в интернете Я очень много читал Значит Движок 1.8 Якобы Жрет масло На 1000 километров 100-150 грамм Но надеюсь Что это не так Как меня заверили в автосалоне ТТС Набережные Челны Это уже На сегодняшний день Доработанные двигатели И соответственно И соответственно Данных проблем Уже быть не должно Набережные Ну вот Продолжение следует...